И, дорогие телезрители, 12-го ауза на площади Орженикидзе пройдет летний фестиваль силовых видов спорта. И более подробно об этом фестивале нам сегодня расскажут организаторы и участницы. Это Александр Гренадеров, президент Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга. Марина Федоренко, двукратный чемпион мира по масс-рестлингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, участница силового экстрима. И Денис Бигбаев, это гендиректор одного из фитнес-клубов нашего города. Доброе утро, дорогие телезрители, что я не сказал. Надеюсь, вы и наши телезрители. Доброе утро. А, кстати, вы нас смотрите, нашу передачу? Изредка. Ну хорошо, рабочие, любые люди, я так понимаю. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль. Он уже проводится не в первый раз, не в первый год. Да, фестиваль у нас, если брать именно летний фестиваль, то мы проводим его где-то в третий раз уже. В прошлом году проводили на Комсомольской площади, до этого на 202-м на пляже. И вот в этом году решили провести на площадь Аржанкидзе в центре города, чтобы больше массовости придать, масштаба, ну и интересы публике. Фестиваль приурочен ко Дню физкультурника, я знаю, да? Да, 12 августа. 12 августа. Да, начало будет в 11 часов, вначале будет торжественная часть, ну и далее уже соревнования пойдут. Давайте, кстати, сразу с начала нашей беседы расскажем, во сколько еще раз нужно подойти? В 11 утра. В 11 утра, дорогие зрители, зрители, на площади Аржанкидзе пройдет фестиваль летних видов спорта. Подробнее можете рассказать, что будет во время фестиваля? У нас будет несколько дисциплин. Силовых видов спорта. Силовых дисциплин. Это будет у нас становая тяга, русский джим, сам силовой экстрим, ну и будет еще армспорт. Это подразделяется на армрестлинг и армлифтинг. Вот эти вот все дисциплины будут на фестивале присутствовать. Это будет в формате шоу, да? Или как это будет происходить? Ну, я думаю, допустим, какую-то часть мы проведем более серьезную, потом под конец, где будет силовой экстрим, можно немножко будет в плане как шоу поработать. Да, для интереса, для публики, для людей, чтобы интересно было. Вот по поводу силового экстрима хочу спросить. Что такое вообще силовой экстрим? Можете подробно рассказать? Силовой экстрим, вид спорта, который включает в себя несколько дисциплин. Ну, там разные бывают. Вопрос у меня возник такой, потому что, почему именно экстрим? То есть, понятно, что это силовой вид спорта, видимо, да? А экстрим, где там экстрим? Экстрим, ну, это на пределы, можно сказать, человеческих возможностей, когда максимальный вес, когда, понимаешь, ну, поднятие камня. Камня, так. Да, например, который весит 200 килограмм. Ну, это для мужчин. Не говоришь, что я лично. А для девушек? Буксировка автомобиля. Буксировка? Да. И автобуса. Автобуса. Так, понятно. С силовой экстрима, как правило, приходят люди с разных видов спорта. Перенос рояля. Да, перенос рояля. В общем, выездка. Все, что угодно можно придумать, на самом деле. Хорошо. А в нем кто будет принимать участие? И мужчины, и женщины. У нас будет три мужских. Категорий весовых, и одна женская, абсолютная. Поэтому всего четыре категории. Вот, несмотря на то, что уже фестиваль пройдет завтра, да, заявки как-то уже принимаются, или уже известны все участники? Как вот это происходило? Нет, заявки будут приниматься завтра утром, прямо на площади Ржаникидзе, и завтра мы почитаем количество участников. А, то есть мы сегодня зовем не только зрителей этого фестиваля, а также участников? Да, кто-то, может быть, решит, попробует свои силы завтра. А как, может быть, какие-то ограничения есть участие? Ну, у нас допускаются по медсправке, то есть по здоровью, только по состоянию здоровья, человек здоров, пусть участвует. Для всех, не только для спортсменов, можно прийти просто там поучаствовать в русском жиме, допустим, или в становой тяге, попробовать свои силы. Мы всегда приветствуем. А как это будет происходить? Допустим, вот я приду, да, такой, хочу, приседание со штангой будет? Приседание не будет, будет становой тягой. Жим, ладно, русский жим. Я просто вот прихожу, допустим, в 11 или нужно пораньше подойти? В 9. В 9 надо подойти для записи. Это важно. Это для спортсмена. Что с собой, вот да, как участник, что с собой мне нужно взять, как подготовиться? Медсправку, паспорт. Медсправку какую? Ну, стандартного образца. Ну, я думаю, все спортсмены знают, какие-нибудь справки идут речь. Хорошо. Взвеститься, зарегистрироваться, записаться в нужную категорию, номинацию, пройти аккредитацию, ну и все, и ждать в своей участии. А вы будете участвовать? Да, конечно, будем. То есть девушкам можно не приходить? Чего можно? Нужно. Вы, как я уже сказал ранее, вы двукратный чемпион мира по масс-рестлингу, да? Можете рассказать вот про эти соревнования? Про масс-рестлинг? Да. Ну, масс-рестлинг – это якутский национальный вид спорта, перетягивание палки в простонародье, который в последнее время получил как бы широкое… Уже всемирное такое. Да, да, да. Его вот развивают, проводились чемпионаты мира. Хорошо, а вернемся к летнему фестивалю. Вот в рамках летнего фестиваля в каких видах вы будете принимать участие? Я буду в Силлом Экстриме. Именно в Силлом Экстриме? Раньше я участвовала по становой тяге, а сейчас сделали… Силлом Экстрим более интересный. Да, более интересный. Ну и раньше не было такого соревнования для женщин. Да, женщин ввели его только зимой сейчас на зимний фестиваль. И Марина его выиграла. Этот фестиваль проводится как пропаганда здорового образа жизни, вообще занятия спортом. Да, конечно. Популяризация спорта, развитие, привлечение новых людей в этот вид спорта. Спросите вас, как владельца фитнес-клуба, как руководителя, больше людей начало заниматься спортом или меньше? Вы какую-то динамику прослеживаете? Ну, конечно. Вы сами посмотрите, в городе уже сколько фитнес-клубов открылось. Все работают, все функционируют. Ну, у кого-то лучше получается, у кого-то чуть похуже. Не будем хастаться. Нет, конечно. Ни в коем случае. Понял. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что завтра в 9 часов вечера для участников и для зрителей в 11 часов утра пройдет летний фестиваль силовых видов спорта на площади Арженикидзе. Поэтому приходите, участвуйте, занимайтесь спортом. Большое спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Поделись этой полезной информацией.